В каких сделках с недвижимостью нужна цифровая подпись? Как оформить купли-продажу или дарение квартиры? Если покупатель или одаряемый находится в Калининграде, а владелец жилья в Владивостоке. Легко, если тот или другой получит электронные подписи. Что такое ЦП и как она работает, расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. ЭЦП или электронная цифровая подпись представляет собой уникальный набор символов. Которые имеют юридическую силу. Такую же, как и собственноручная подпись. С 1 июля 2015 года на сайте Росреестра с ЦП можно сделать следующее. Ставить недвижимость на государственный кадастровый учет. Регистрировать права собственности на недвижимость. В результате купли-продажи, мены, дарения и тому подобного. Получить сведения о любом объекте недвижимости из ЕГРН. Для того, чтобы оформить сделку с недвижимостью онлайн, ЭЦП должна быть у обеих сторон. Продавца и покупателя. Дарителя и одаряемого. Как получить электронную подпись? Получить ЭЦП можно только лично, либо через представителя по доверенности. Специализированном удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр должен быть аккредитован головным удостоверяющим центром. Министерство связи и массовых коммуникаций. Посмотреть аккредитованные центры можно на сайте этого учреждения. Их список есть на сайте. Ссылку на который я оставил в описании под этим видео. Вам потребуется два документа. Паспорт оригинал и копия. И СНИУС. Также оригинал и копия. Цена начинается от 1200 рублей. Чаще всего подпись выдают на обычной флешке. Хранить ЭЦП необходимо аккуратно. Так, как любой человек, у которого в руках окажется флешка с вашей подписью, сможет совершить любые действия с вашей недвижимостью. Без вашего ведома. Как проходит сделка с использованием ЭЦП? Все довольно просто. Документы для сделки сканируются. Договор купли-продажи. Дарение или другой договор не обязательно подписывать живой подписью от руки. Эти сканы загружаются в соответствующий раздел на сайте Росреестра. И стороны заверяют их с помощью электронных подписей. Продавец в момент сделки может находиться в Калининграде, а покупатель, например, во Владивостоке. Для того, чтобы подписывать электронные документы, необходимо установить программное обеспечение CryptoPro и CryptoRM, которые распространяются бесплатно. Скачать его можно на сайте разработчиков. Ссылку на который я оставил в описании под этим видео. После электронной регистрации права собственности все необходимые документы придут на электронную почту покупателю. Продавец и покупатель не получают никаких подтверждающих документов на бумаге. Нужен ли нотариус при сделках СЦП? У нотариуса должны быть свои цифровые подписи. Поэтому при совершении сделок через нотариуса, у которого есть СЦП, клиенту не нужно получать свое СЦП. Документы будут заверены СЦП нотариуса, который подаст их также через электронный сервис Росреестра. При этом многие сделки с недвижимостью не обязательно проводить через нотариальную контору. Преимущества использования СЦП Сделки с использованием СЦП регистрируют быстро, всего за два рабочих дня. Еще один плюс в том, что для физических лиц при подаче документов в электронном виде через портал Росреестра госпошлина снижается на 30%. То есть составит не 2000 рублей, а 1400 рублей. По данным Росреестра, электронная регистрация недвижимости набирает в России обороты. Если вам понравилось видео, ставим лайк. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. До новых встреч, друзья. Пока-пока.